пум привет шестой седьмой шестой 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 раз шестой раз я буду рассказывать про интернет сегодня много новостей новая квартира я приехал если ваш владелец квартиры ковид диссидент то скорее всего вам придется переехать что и случилось со мной но мне кажется все к лучшему еще вот такая вот штука не уверен что нам не сильно нужна но у всех профессиональных подкастеров она есть в общем она мне тоже была я решил попробовать почему бы и нет расскажу расскажу про пару классных сайтов из новинок еще новинка мне мама завела instagram мама завела instagram и мама шьет маски вам счет маски не только маски маски начала шить недавно вообще мама шьет всякие разные классные 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 штуки instagram называется мама шьет поэтому если вам вдруг нужна какая-нибудь скатерть или что-то в общем моя мама молодец рекомендую так что еще что еще из новинок как всегда трансляции оказывается вести так сложно поэтому я буду тормозить прошу меня за это простить расскажу про домена самое 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 главное на том на чем мы остановились прошлый раз расскажу про домены как их подключать что это такое как их покупать и как их привязывать к сайтам причем к любым сайтам не только те которые делаются вручную а вообще на разных платформах принцип подключения у них одинаковые то есть будет ратимак будет отильда либо это вот сайт который хостится с помощью гитхаба например из и расскажу еще про покажу практический пример будет сегодня это практика которую я использую которая мне нравится если нужно быстро что-то превратить сайт если у меня есть дизайн фигми и нужно быстро его быстро быстро из него сделать какое-то подобие сайта который можно уже покликать и посмотреть такой рабочий 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 пример сайт будет простой как раз расскажу на примере своего интенсива про который я забыл рассказать в прошлый раз сегодня про него расскажу это еще штука она она еще она еще окей ладно ссылка ссылка на эти на заметки есть в описании видео поэтому поэтому можете на нажать она должна быть пока пустая но я буду ее сегодня заполнять прям по ходу и конечно я очень сильно хочу наверное начать больше снимать таких видео я получаю от этого какое-то хорошее удовольствие но я постараюсь делать видео которые пред записаны и не формате трансляции потому что формат трансляции такой стресс вы бы знали ладно кстати картинка картинка которая была на трансляции не вот это вот она где-то была это это ребенок с именем x а 12 до x а 12 это это ребенок граймс и илона маска вот и почему что он вообще делает на превью потому что это похожая история с доменами домены изначально были придуманы для того чтобы людям не нужно было запоминать название сайтов которые в то время были выглядели следующим образом если кто-то хочет почувствовать себя хакером то можно попробовать написать в терминале помпом не дик так не трейс раут с хостом супер попробуем отлично работает вот такая история вот это домен google.com это домен есть команда которую можно использовать на маке которая все что она делает она тебе возвращает информацию о конкретном домене какой у него ip адрес так вот история появления домена в следующую это что все с компьютером компьютером удобней работать с числами людям с числами неудобно работать на нам удобней обратиться к сайту по имени например google вот но есть такая вещь которая называется dns можно пока абстрагироваться и не удаваться в детали искать что это просто такая большая табличка в которой есть имя и есть число и все что она делает она превращает имена в числа то есть мы вводим например google.com на самом деле происходит много всяких вещей и наш путь до конкретного сайта выглядит проходит проходит через большое количество чисел и в конце концов он оказывается там где надо и мы получаем сайт так вот да вот если я например буду вводить такое число то мне будет открываться каждый раз google это не совсем удобно поэтому есть доменные имена так вот поэтому ребенка назвали xx а 12 интересная история но вот в общем поэтому поэтому такая картинка если напишите чат привет не знаю что нибудь и это будет это будет здорово я пойму что все работает и кто-то смотрит хотел тоже из новинок показать сайт знакомой дизайнерки дизайнерши дрейли точка ком сайт сделан на ради маги сайт для музыканта андрея ли и сделали его тани егошина и стасаки из ради мага и вот на примере как раз вот этого сайта есть сегодня покажу тоже пару разных примеров как можно добиться похожего эффекта кстати сейчас начну параллельно заполнять наушен пока буду просто руки кидать поиграть с этим сайтом сайт сайт по моему супер а я заодно могу и музыку еще и послушать очень хорошо мне кстати сегодня еще интернет тестирую мне сегодня интернет с телефона потому что как-то я не успел настроить правильный интернет а кстати я еще настроил значит что я настроил вещь настроил видео по идее качество видео должно быть лучше но потом потом сам посмотрю что здесь есть можно обратить то что при наведении да на разные блоки что-то происходит я расскажу сегодня как делать похожие вещи здесь как раз каждый трек 9 треков и под каждый трек сделана такая интерактивная визуализация которая завязана на движение мыши поэтому можете можете посмотреть сайт очень красивый мне очень понравился он кстати был зафичерен о круто всем о привет ничего себе класс всем привет супер место где можно посмотреть примеры классных каких-то как это называется наград оскар оскар среди среди сайтов если называть это глупыми именами то это avarts я возможно про него уже рассказывал мне чем нравится avarts здесь во первых очень много бывает сложных вещей с сложными анимациями очень сложные дорогие сайты но что мне очень нравится здесь есть такие вещи но вот кстати этот сайт одесса фичерен даже на главный висит здесь есть списки и его списки бывают очень классные например какой-нибудь третра можно 3d вбить все что угодно и коллекция вот например здесь будет коллекция которую курирует сам этот сайт то есть это какая-то прям прям отличная коллекция на которой представлены такие сайты которые с ретро с ретро с ретро дизайном вот что-то похоже на memphis group в общем рекомендую такой сайт здесь можно прям зависнуть надолго очень много классных красивых примеров сразу кстати перейти удобно если нажать на вот эту вот маленькую иконку снизу сразу перекинет на сайт уже можно посмотреть что как сделано и напоминаю что если вам что-то очень понравилось то вы можете открыть сайт со звуком чуть не оглох да если что-то очень понравилось как что-то сделано не на всех сайтах это будет работать на некоторых сайт которые прям суперсложные там где визуализация сделана почти там на сто процентов с помощью джова скрипта наверное это не получится сделать но например как сделать субтитры скорее всего можно будет увидеть да например здесь можно посмотреть вот стиль субтитров я кстати таким образом мы узнал что обводку можно делать с помощью webkit text stroke свойства css вот и дальше я смотрю как это сделано смотрю какие новые свойства то есть как 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 я на это смотрю еще на сайта где кастомные курсоры пропадает обычный системный консор курсор я открываю инструмент разработчика на сайте который мне понравился и я смотрю на свойства да я пытаюсь примерно догадаться что каждый из них делает просто меняя какое-то свойство на окей сразу понял что окей это обводка и следующее что я делаю я пишу google mdn пробелы это свойства мне перекидывает сразу на нет я хотел не перекидывает на mdn мдн это такая википедия для разработчиков по формату нам не просто очень нравится потому что здесь почти всегда будет пример кода да вот здесь написано что это css код это html код то есть очень простые понятные примеры что важно html код css код и результат вот это вот супер потому что если будете искать например просто css фабкит текст рок возможно будет несколько других ссылок вот есть какой-то русский сайт я просто для себя уже принял за привычку сразу на mdn переходить поэтому поэтому призываю вас исследовать и смотреть и развлекаться так а про это расскажу в конце и про это про это тоже расскажу попозже и дальше да еще кстати один классный сайт один из любимых сайтов я в какой-то момент когда все это закончится я продолжу делать лайвы но уже наверное в таком более более развлекательной форме просто рассказывать про сайты классные и возможно какие-то короткие практические примеры вот и просто чему-то обучать в таком формате раз в неделю не очень не очень комфортно не очень удобно редкие встречи а какие-то показывать интересные штуки мне кажется вполне себе формат и поэтому да в конце занятия расскажу про интенсивы будет пока пока два по фигме и по разработке то есть про то как сделать сайт фигме не про то как сделать перевести сайт из фигмы с помощью html css такие простые быстрые и почему расскажу в конце пол сайт fm классный сайт мне нравятся такие необычные сайты здесь повторяется интерфейс старая операционная система конкретно это похоже на какой-то маг старый и это радио поэтому поэтому рекомендую тоже музыка тоже приятный хороший что мне нравится здесь еще есть такие куча старых видосиков это мой любимый люблю старые видео с аэробикой потому что в детстве мама ходила когда я был маленьким мама ходила на аэробику и брала меня с собой и там конечно было все не так но вай был похожий это было впечатление из детства очень мощная так что еще право раз рассказал а это что давайте откроем не счет какая-то ссылка есть на телефоне у меня заметки я поэтому с телефона просто открываю что у меня тут есть что-то тоже очень красивое это он же есть странно не перестали ссылки открываться ну ладно так и так вернемся главной теме сегодняшнего занятия сегодняшнего эфира это домены что такое домена я рассказал это да это набор символов с помощью которого можно привязывать адреса хостинга да вы помните мы в прошлый раз я рассказал о том что чтобы сайт кто-то выложить тебе нужен хостинг то есть не нужно файлы файлы в моем случае могут быть индекс html style css обычно там можно начать с одного файла да вот открою в проводнике да вот какой типичный сайт здесь всего не так много файлов здесь есть html файлы вот они все есть javascript файл можно удалить его html файлы css html это страницы css это файлы стилей картинки изображения и это сайт дальше чтобы сайт работал мне нужно куда-то выложить я рассказал то что в принципе я могу позвонить своему провайдеру подключить у них выделенный ip адрес и вот пожалуйста у себя дома поставить сервер и как бы все смогут открыть сайт но это неудобно потому что мне нужен постоянно включенный компьютер который будет работать и чтобы выложить этот сайт здесь сколько пару мегабайт наверное всего может даже меньше до 1 мегабайт для того чтобы выложить один мегабайт мне не нужно постоянно включенный компьютер у меня дома поэтому есть хостинги и вот процесс когда ты выкладываешь вот эти свои файлы на хостинг он называется называется хост в общем называется что типа я мне нужно за хостить за хостить свой сайт да вот такой глагол со склонениями с русским языком у меня плохо поэтому тоже сразу извиняюсь вот поэтому процесс да вот такой вот привязки мы привязываем адрес к ip адресу что такое кстати опять адрес тоже следует рассказать опять адрес это набор уже чисел обычно это 44 числа разделенные точками например там 192 168 . что не будет например 11 вот это вот адрес обычно вашего роутера если вы откроете если вы напишите у себя если вы подключены сидите дома сейчас смотрите и подключены к своему домашнему интернету если вы откроете напишите этот адрес у себя в строке браузера скорее всего но не факт но есть вероятность я включен сейчас к телефону поэтому это не сработает есть вероятность что вы перейдете на страницу своего роутера до ваш роутер это мини компьютер на который установлен операционная система которая как раз ее задача в том чтобы принимать и отправлять сетевые пакеты очень быстро и как бы это все работает хорошо вот если вы напишите этот адрес скорее всего вы попадете на эту страницу вам нужно будет ввести только логин и пароль от админки вашего роутера вот но он кстати может быть написан на обратной стороне роутера кстати покажу как это может выглядеть это может выглядеть примерно следующим образом вот роутер выглядит таким образом у него есть сзади так надеюсь будет видно классно да сзади есть порты называется lan порты в них входит источник интернет кабель называется конкретно этот кабель называется питая пара так у меня вышла ошибка что такого адреса нету называется витая пара потому что здесь 4 4 4 витых пары но это неважно это все вставляется вот в эти классные вообще один из моих любимых кстати кабели потому что он так приятно щелкает smr контент короче если вы все кабели были такими мне кажется было бы было бы классно хотя весь пицца тоже классный вот и но скорее всего еще есть возможность то что у вас стоит оптоволокно протянут в вашу квартиру и стоит еще преобразователь который вот здесь вот главный провод это не вот так как я сейчас показал немного другой вот но так или иначе ну вот окей сюда обычно обычно есть один какой-нибудь главный провод сейчас кстати надо увеличить какой-нибудь какой-нибудь да главный главный порт куда приходит интернет и есть еще другие вот в данном случае в моем они желтенькие с помощью вот этих кабелей я могу подключить проводом свой компьютер если у меня есть порт ethernet называется еще тоже порт ethernet один из вариантов либо телевизор либо не по вай файу да потому что интерфейс передачи данных здесь вот есть вай фай есть еще кабель вот сюда я могу подключить приставку например playstation 4 какие-то разные вещи будет просто быстрее особенно если расстояние большие то кабелем будет будет это удобно вот кстати здесь вот сзади как раз и написан написаны плохо видно но так или иначе здесь написан адрес написан пароль и логин эти штуки обычно нужны для каких-нибудь чуваков которые приходят вам чинить интернет но там еще есть например кто подключен можно поменять пароль можно поменять имя сети то есть если хотите назвать его какой-нибудь что-нибудь не знаю что но вот в общем да вот то что да то что вот здесь вот высвечивается это меняется именно вот в этой вот панели если вам не нравится что у вас какое-то неинтересное название называется кстати ssid эта штука блин у меня улетела программа для стриминга надеюсь я вот сейчас возобновил и сейчас проверю супер кажется кажется работает вылетела программа конечно стриминг это вообще отдельная история как-нибудь мне кажется надо будет записать что-нибудь про это все потому что в идеале еще у многих классных ребята у них на самом деле отдельный комп для стриминга и на самом деле так и должно быть потому что это все делаю супер сильно тормозит в какой-то момент несмотря на то что вроде компьютер классный так рассказал рассказал про ip адрес вот до 192 168 например точка 1 1 есть даже такая шутка there is there is no place like да 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 вот типа there is no place like home что вот это вот это такой типа первый первый адрес домашней сети да это такой типа главный это типа роутер вот немного 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 шуток из мира идти there is no place like 192 168 1.1 вот это ip адрес айпи адреса бывают разные вот например гугла да у него вот в данном случае но сразу замечу то что у некоторых сайтов у них этих айпи адресов огромное количество айпи адрес в данном случае это адрес адрес компьютера в сети и вот есть эти истории да что я тебя вычислю по айпи типа май айпи адрес они на самом деле не совсем корректные вот у меня например адрес сейчас показывает что у меня вот такой вот адрес я просто google ввел май айпи адрес он показал мой айпи адрес но это не совсем корректная история потому что у меня адрес динамический он каждый раз меняется при выходе в интернет и сейчас он такой потом он будет потом он будет другим кстати еще классная штука которую хотел показать мы можем последить вообще наш путь потому что есть команда это системная команда и я быть командах знаю потому что какое-то время работал системным администратором вот одна из этих команд это trace road которая позволяет тебе проследить адрес сетевого сигнала что мне со звуком кстати не все вроде нормально какой-то момент было что он клипует и он слишком громкий команда trace out она позволяет проследить адрес сетевого сигнала то есть путь путь сетевого сигнала давайте посмотрим что же там будет я сейчас прослежу путь который проходит то есть сколько сколько прыжков или скачков делает мой запрос чтобы открыть сайт google.com и вот они пошли на самом деле очень много и можно посмотреть визуализировать я сейчас это все скопирую вставлю сюда вот и можно посмотреть то что сервер гугла находится в сан-франциско кто бы кто бы сомневался вот запрос идет вот отсюда и здесь кстати можно увеличить они будут прям показывать количество но это не так интересно ну то есть то же самое если я сделаю с с яндексом трейс роут яндекс точка ру вот первый самый адрес у меня к сожалению сейчас не могу показать если бы у меня был подключен к домашним роутеру то первая ссылка была бы как раз на роутер 192.608.1.1 в этом случае это адрес моего телефона в сети да и у меня сразу уже пошли потому что второй адрес у вас был бы на внутренний провайдер в моем случае вот домашний интернет это ринет и там был бы айпи адрес сервера ринета и сейчас покажу как это все работает буквально на пять минут я открою свою презентацию старую сейчас надо будет быстро найти если у вас какие то вопросы пока можете их написать если изображение мутновато я попробую поменять настройки по идее я поставил настройки на максимальное должно быть напишите то есть можно поменять на 1080 надеюсь надеюсь это не проблема с интернетом мне видимо придется в какой то момент еще задаться вопросом подключения какого нибудь классного роутера если с телефона не будет вывозить хотя типа 4g а на сегодня еще 9 мая и в общем да 9 мая я живу еще в таком месте в котором могут глушить сигнал особенно сегодня к сожалению так я хотел показать карту нужно сейчас вспомнить где она могла находиться так окей введение воуч это презентация из моего курса для Moscow coding school который я вел блин я даже не помню сколько лет назад я его вел так 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 вот она это одна из здесь здесь я хотел рассказать как это примерно все работает расскажу быстро представим что да это наш браузер что вообще происходит когда мы вбиваем в строку браузера google.com я показал вот вот эти все переходы с числами теперь более 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 мультяшно более понятно надеюсь будет я ввожу в адресную строку браузер google.com и вот это мы я вы пользователь он начинает свой путь ну в данном случае браузер да и сетевой сигнал он первым делом куда идет сигнал он идет к вашему роутеру и потом идет к вашему к вашему провайдеру интернета это то что называется firewall возможно вы слышали такую вещь как firewall например если я открою какой-нибудь заблокированный сайт например root tracker ну в общем здесь это просто не откроется если вы откроете у себя дома возможно у вас будет какой-нибудь такой персонализированная страница что сайт заблокирован это потому что firewall то есть в вашем провайдере интернета такая служба которая как бы не пускает ваш сигнал дальше не пускает ваш сигнал дальше в интернет да мы остановились вот в этой точке и как бы тут firewall спрашивает а что тебе вообще нужно и как бы сетевой сигнал говорит мне нужен так на самом деле все и происходит сетевой сигнал говорит мне нужен root tracker.org firewall проверяет то что root tracker.org это заблокированный адрес и он сразу его возвращает и вот мы сразу оказываемся вот здесь вот в этой точке с ну в данном случае то что у меня сайт вернул вот такую историю нам сразу пришел ответ то что все плохо и мы оказались здесь если мы запрашиваем сайт который не заблокирован то первое куда мы выходим мы попадаем на dns сервер dns сервера тоже это тоже сервер у него тоже есть ip адрес их есть несколько есть в компаниях бывают свои когда есть корпоративные сайты которые работают только внутри внутри компании там есть свои сервера чтобы их открыть еще обычно нужно подключить какой-нибудь vpn вот это потому что там как бы такое имя которое не не будет работать во всем интернете это бывает сделано для какой-то безопасности и для приватности вот и как я уже сказал раньше это такая таблица в которой есть соотношение символов то есть да понятных нам букв и вот этих вот наборов чисел да в этом случае мы приходим на dns сервере наш запрос запрашиваем спрашиваем если дай пожалуйста ip адрес сайта google.com он дает ip адрес мы отправляемся дальше в путь и отправляемся по этому адресу то есть да как бы в конце каждого пути у тебя появляется адрес да вот это вот разные отрезки пути в конце каждого отрезка пути у тебя появляется у сетевого сигнала появляется ip адрес куда идти дальше поэтому да вот они вот так вот перескакиваются одного на другой дальше мы оказываемся например вот в этом случае иллюстрация с деревом и тут много сов и вот сова в этой иллюстрации обозначает сайт и это все это какой-нибудь хостинг да помните что каждый сайт 1 мегабайт 1 мегабайт это очень мало поэтому на одном компьютере например вот на моем макбуке можно захостить то есть расположить ну не знаю может быть сто тысяч сайтов я думаю можно поэтому ip адрес для этого один это один один компьютер один компьютер на одном компьютере очень много может быть сайтов А адрес у этого компьютера, он один. Что приходит дальше? Наш сетевой запрос приходит по этому адресу и спрашивает, есть ли у тебя сайт google.com. Или, например, это очень похоже на самом деле на какую-то историю с квартирой. Когда курьер приходит в конкретный дом, в конкретную квартиру, и там, например, какую-то фамилию спрашивает, живет ли здесь такой человек. Вот это похожая история. И в этом случае я могу арендовать хостинг. Вот мы в прошлый раз захостили сайт. У меня сейчас хостится на... Так, ping-trace-road. Hash-slash. Так, тут такая же история. И у меня просто хостится... Да, что я хотел показать. Hash-slash. Сайт, который я захостил на Netlify. Netlify — это огромный хостинг, на нем хостится огромное количество сайтов. Бывает такое, что он заблокирован. А заблокирован почему? Почему? Потому что организации, которые занимаются развитием интернета в России, они блокируют неугодные сайты. Но поскольку сайт может весить очень мало, а он просто находится на одном компьютере, этот компьютер называется сервером, и на нем еще может находиться еще 10 тысяч, 100 тысяч других сайтов. Поэтому адрес-то один блокирует адрес. Заблокировали адрес, поэтому заблокировалось сразу вообще все. Поэтому бывает такое, что как раз вот когда блокировали тирглам, блокировалось еще огромное количество других сайтов, просто потому что блокируют адреса хостов, и ничего хорошего из этого не получается. Но так или иначе, мы приходим по адресу хостинга, сетевой запрос спрашивает нужный сайт, например, google.com, и в этом случае уже нам отдают эти файлы. Нам отдают файлы, индекс.html, css файлы, картинки. Сетевой запрос возвращается обратно, и мы видим то, что мы видим в странице Google, например. Вот, если будут вопросы, задавайте. Вот, это про путешествия, про путешествия сетевых сигналов. Есть, кстати, очень крутая книжка в детстве. Моя любимая книжка была. Называется «Я был в компьютерном городе». Я был в компьютерном городе. Хочу как-нибудь найти на авито компьютерном, потому что она не сохранилась. Не знаю, где в какой-то момент она потерялась. Но книжка была офигенная. Еще иллюстрации. Мне кажется, они сейчас вообще супермодные. Не знаю, как это называется стиль, но вот стиль, знаете, где удлиненные конечности, но особенно в этом случае ноги, они такие еще остренькие, и у всех удлиненные. Я прям зависал. Здесь как раз про путешествия. Тут был детектив такой безумный. Офигенная иллюстрация. Я где-то даже, помню, нашел статью про автора. Про автора иллюстрации. И всего. Поэтому тоже рекомендую посмотреть, почитать. Может быть... Она, правда, старая, конечно, устарела, но она очень милая и прикольная. Кстати, вот много мемов с доктором. Блин, как же его звали? Все забыл. Все забыл. Фортран, может быть. Но не помню. В общем, рекомендую, да, эту книжку. Книжка потрясающая. Так, ладно, полчаса. Надо двигаться дальше. Про домены рассказал. Дальше. Домен. Окей. С доменами, надеюсь, более-менее понятно. Если вдруг что, то не расстраивайтесь. Можно будет пересмотреть. Можно будет спросить что-нибудь. Второе. Где домены купить? Нужно, наверное, начать с того, что... Ладно, начну с того, где купить. Вариантов много. Есть. Я пользуюсь Namechip. Дешевое имя. Есть русский популярный. Это Nick.ru. Но я его не люблю, потому что все сервисы русские, которые связаны каким-то образом с интернетом, я просто стараюсь ими не пользоваться. Но мне кажется, можно пользоваться. Но я просто не пользуюсь. Вот. Я дам сразу две ссылки на эти все истории. И покажу, как все это дело происходит. Окей. Я попал на главную страницу Namechip. И я, например, хочу зарегистрировать... Купить. Купить себе домен на Сережа. И я прям сюда пишу. Сережа. И мне сразу предложат огромное количество доменов. И здесь что я вижу? Здесь я вижу, что я могу купить сережа.com. Хорошее предложение за всего лишь 2000 долларов. Кстати, сразу, наверное, скажу, что вот такая штука называется киберсквотинг. Киберсквотинг. Интересная штука. Можно почитать, наверное, какие-то статьи про все это. Но в двух словах скажу, что киберсквотеры, они занимаются тем, что они захватывают домены. Это было, кстати, популярно очень лет 10 назад. Сейчас это меньше стало популярно, потому что, когда только появился интернет, ну вот, особенно активно начал развиваться в 2000-х годах. То есть, ого, 20 лет назад. Обалдеть. Обалдеть. 20 лет назад. И не было законов, по которым все это дело регулировалось. Вот. И чуваки начали просто регистрировать все подряд. Типа Apple, Apple.Все, Apple.Net, Apple.Org, Apple.iPod, iPod.com, BlueiPod и так далее. Сейчас появились законы, которые, если ты компания, у тебя есть зарегистрированная торговая марка, и есть какой-то домен, который зарегистрирован кем-то другим, и чувак его продает супердорого. Да, вот как бы идея была, что чуваки регали эти домены, а потом продавали их другим чувакам вот за супермного денег. Там была история с Kevin Spacey, что чувак зарегал домен kevinspacey.com, и Kevin Spacey не мог получить этот домен. Окей. Есть, вот есть домен seros.com, есть... Сейчас доменов очень много. В какой-то момент их появилось огромное количество. Важно тоже понимать. Домены бывают разных уровней. Это немного скучной теории. Есть домен верхнего уровня. В данном случае это .com. Есть .net, .dev, .ai, .org, .com. И все домены делятся на... Как они называются? Есть домены спонсируемые, есть домены... Есть домены языковые. Это, например, RF. И у каждой страны есть домен на своем языке. Вот есть .uk, это английский домен. Есть .ai, это домен, который популярен среди технических стартапов. Но на самом деле .ai, это обозначает какие-то острова. Типа что-то... Какие-то islands, не помню точно. Или .ai, 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 . Да, это что-то, какие-то острова. Сейчас уже их очень много. И можно, например, купить домен за вот Serjoclub, или Serjodev, или XYZ. Всего лишь за 1 доллар. Поэтому, да, вот можно, в общем, купить. После того, как вы покупаете домен... Я сейчас не буду покупать. Не нужен домен Serjoxyz. Нет, вы попадаете в такую панель. И это примерно выглядит все в целом более-менее одинаково. На разных сайтах. Что вы купили домен, у вас потом домен появляется в вашем личном кабинете, вы можете его управлять. Что это значит? Например, например, ReadyMac. Привязка домена. У каждого сайта, у каждого хостинга, ладно, у каждого сервиса, например, как ReadyMac, Tilda, какой-то еще, есть инструкция по привязке доменов. Очень, кстати, часто у ребят возникает, у многих знакомых ребят возникает с этим сложность и просит помощи. Вот. На самом деле не так все сложно. Изначально просто, когда на это смотришь впервые, ты на это все смотришь и думаешь, ё-моё, что вообще такое домен второго уровня. Так вот, домен первого уровня — это com. Домен второго уровня — это вот название вашего домена. Это первое, что стоит знать. Хост, Point2 и тип. Хост в данном случае, если честно, я не знаю, что имеется в виду под хостом, в данном случае интересует тип. Тип записи. Я, наверное, не буду вдаваться подробностей, потому что это на самом деле скучная история. Не запомню это все на самом деле нереально. Я не запоминаю сам это все, и в какой-то момент я просто там типа сверяюсь, хотя есть два популярных — это либо А, запись, либо СНейм. Это то, что вы, скорее всего, встретите чаще всего. И все, что вам нужно сделать, вам нужно будет указать вот здесь, Point2. Это адрес сервера ReadyMaga. Есть обычно два варианта привязки записи домена. Привязки домена к вашему хостингу. В случае, если у меня сайт на ReadyMaga, хостингом будет ReadyMaga. В случае, если у меня сайт на Tilde, хостинг будет Tilde. В случае, если у меня сайт на каком-либо одном хостинге, хостинг будет какой угодно хостинг. Например, Netlify. Вам нужно получить, бывает, да, два типа. Либо вы указываете IP-адрес этого хостинга, в данном случае ReadyMaga, либо вы указываете DNS сервер этого хостинга. Вот, и просто будет отличаться название записи. Есть еще нюанс, но, в принципе, это сделается здесь. Вот здесь, кстати, я просто вбил custom DNS и указал адреса DNS Netlify. Это самый удобный способ. Не Netflix, Netlify. Была смешная шутка. Ну так, как смешная? Наверное, только мне. У разработчицы, которая подписана в Твиттере, Твиттер, кстати, наверное, самая популярная сеть среди разработчиков, она написала, что вот она устроилась на работу и сделала какой-то такой простой панель, там такие большие слова Netflix, и не написано, что она работает в Netlify. Типа такая шутка, что очень часто путают Netflix, когда пишут в Netlify. Вот, я постоянно путаю. Так, наверное, покажу другой пример. Так, надо ускоряться и быстро показать. Быстро показать практический пример, потому что что это такое за эфир без практики программирования? Это какие-то скучные уроки информатики. Так, мне в этом случае нужен хэш-слэш. Вот он. Это, кстати, такая штука. У вас будет панель управления вашим проектом, если вы просто любой сайт добавите в Netlify. Вначале тоже может показаться, как какой-то невероятный, сложный панель управления космическим кораблем. Мне кажется, у меня выражение паразит, я его постоянно использую. Но так или иначе, здесь в настройках есть домены. И здесь можно просто добавить домен. И тут же у них есть инструкция. Если вы добавите, например, ну вот здесь у меня уже добавлен хэш-слэш, к сожалению, но так или иначе, если я... Кстати, а что будет? Если я перейду в DNS-панель. А, да, супер. Здесь просто будет инструкция. Вот эти сервера. Мне просто сказали то, что нужно добавить к моему хостеру вот эти все, что... И это все, что мне нужно сделать. Все, больше ничего не надо делать. Дальше я уже управляю этим всем здесь. Что я могу здесь делать? Я могу здесь делать новый поддомен, например. То есть дальше все это разруливается уже конкретно на моем хостинге. Я понимаю, что я сейчас наговорил, наверное, кучу информации, которая непонятна совсем. Вот сейчас оцениваю то, что я сказал. Но я думаю, какой-нибудь следующий раз, возможно, через один или даже через два эфира я просто быстро покажу на конкретном примере на каком-то новом сайте. Тогда это будет более понятно. Либо лучше, наверное, потренироваться это самим сделать. Можно купить за один доллар домена Netlify. Я, кстати, очень люблю домены .world. Вот, они дешевые и классные. Ну, можете посмотреть, там, кстати, огромное количество доменов первого уровня, которые можно купить. Вот, кстати, на ники, на ники.ru их, по-моему, не так много, и они все сильно дороже, даже если они там есть. Что там я хотел, да, Сережа поискать? Ну, кстати, еще в какой-то момент домен предложит вам сократить, да, вот как в случае с вот этим адресом хэш-слэш, это сокращение, да, что вот у меня вроде как хэш-слэш, а тут я всех обманул, и у меня домен первого уровня, продолжение имени, которое я придумал. Вот, если такой домен возможен, типа serio.j, то он предложит Letlify такую штуку сделать. Здесь есть, да, вот такая вещь, explore, 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 вот, вот есть такая штука, можно прям по тегам посмотреть. Вот, например, 2 бакса и меньше, мое, мое любимое. Касса, пресс, про, веб-сайт, монстр фан. Бывают, да, лол есть еще, по-моему. Вот, здесь просто свободно, и Сережа, мне кажется, это такое уже какой-то... Сереж много в мире, и не один такой, хэш-слэша было поменьше. Поэтому просто посмотрите, возможно, у вас будут какие-то классные варианты. Вот, и я просто призываю, зарегайте себе какой-нибудь домен за один бакс, и попробуйте его привязать. К тому же, к сайту Letlify, который мы сделали в прошлый раз, я вам рассказал, как это делать, вкладывать на GitHub, это бесплатный хостинг. То есть, в итоге, у вас получится по цене, если вот, ну вот, по той схеме, что я делаю в большинство сайтов, это хостинг на Letlify, это называется статические сайты. Статические сайты, хостить очень дешево, статические сайты, это сайты, в которых не нужны базы данных. То есть, это не Facebook, если у меня не Facebook, и не Google, и не что-нибудь еще, не знаю, что еще, и не... Вот Apple.com можно захостить дешево, да, потому что на сайте Apple.com здесь только информация. Это то, что называется лендинг. Вот лендинг можно захостить очень дешево, потому что здесь нету... Здесь нету какого-то функционала, что, вы знаете, типа залогиниться, создать новую учетную запись. Вот, если этого всего нету, значит, у вас статический сайт. Статический сайт – это сайт, который отображает текст, картинки, что-нибудь еще. У него не предусмотрено какой-то динамики использования, не нужно хранить учетные записи пользователя, не нужно этого всего делать. В этом случае наш сайт – это только HTML, CSS и картинки, и JavaScript еще, возможно. Если у вас есть какая-то красивая история, некрасивая, господи, интерактивная, типа, не знаю, что-нибудь. Вы водите мышкой и играет пианино. Вот. В этом случае я использую GitHub, связку Netlify. Это бесплатно, потому что, вот, как я и сказал, один мегабайт – это просто ничего. Захостить картинку тоже бесплатно, а картинка весит больше, чем сайт. Поэтому они это бесплатно делают. Но я, например, использую Netlify в работе. Вот. У них такая модель. Классные ребята. У них команда разработки классная, они много, у них классный блог, они много шутят. Вот. И в этом случае вот у меня стоит, получается, за хостинг я не плачу денег, а за домены я плачу. Но вот, кстати, тоже важно заметить, то, что хэш, 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 нейнчип. Сейчас балкон закрою, а то я замерзаю. Какой кошмар. Вот. В этом случае что стоит? Возвращаясь, ладно, не Сережа, допустим, какое-нибудь хорошее имя. не Юра, не Антон. Что-нибудь интересное. Всеволод. СМР-контент. Что я хотел показать? Важно заметить то, что первичная регистрация будет всегда дешевле, чем потом ее продление. Продление вам нужно будет делать каждый год. И очень часто, ну вот здесь, кстати, мне кажется, поэтому спешл и написано. Вот. Здесь есть такая штука, как ритейл. То есть, это обычная цена. И в этом случае ритейл будет стоить в 12 баксов в год. Это, типа, сколько там? Тысяча с чем-то. Наверное, может быть, просто тысяча. Вот. Это то, что стоит помнить. То есть, у вас сначала спишут 1 бакс, а через год у вас уже спишут 12 баксов. И так, в принципе, везде работает. Даже на русских сайтах. Ну, типа, не кру. Возможно, будет еще дороже стоить. Вот. Еще есть очень популярный сайт для доменов и вообще для хостинга это GoDaddy. Вот. Его не рекомендую использовать, потому что это жесткая тема. В какой-то момент вам, возможно, понадобится понадобится вывести домен, там, передать кому-нибудь. Не знаю, вы там захотели продать свой бизнес или что-нибудь в этом роде. Вам нужно передать. Вот. GoDaddy всегда это какой-то супер геморрой и очень много историй о том, когда люди просто не могут это все перенести. Вот. А, еще, кстати, классная штука, которую я хотел рассказать. Это такая вещь. Это последняя про домены и Notion. Последняя штука про домены. Сайт называется Whois. Что он позволяет делать? Он позволяет получить информацию о домене. Например, я впишу apple.com и у меня будет вся информация, когда домен был куплен. Например, apple.com был зарегистрирован в 87-м году, обновили его в 19-м, а истекает у него дата регистрации в 21-м году. Вот это, кстати, важная штука. Есть достаточное количество историй, когда люди в больших, причем, компаниях просто забывают продлять домены. После того, как домен истекает, он попадает в свободную продажу. И были случаи, когда там другие люди перерегистрировали домены. Ну, в общем, так или иначе, это геморрой для компании. Вот. Это в случае, если домен зареган на компанию. И такая есть история. Бывает еще, что... Давайте посмотрим, что в случае с моим сайтом. Еще можно данные закрыть, если обычно вы... Ой. Если сайт зареган на человека, то... Блин, а почему он, кстати... А, я неправильно написал. Вот. Есть такая штука protected. Очень много можно встретить на русских сайтах, когда можно просто закрыть, на самом деле. То есть, если не закрывать, то можно сюда свои указать данные, там, номер телефона, что-то еще обычно так делают кибер сквотеры. Они стреляют просто контакты, по которым можно домен купить. Вот. Это, наверное, все, что хотел рассказать про домены. Если какие-то у вас вопросы остались, можете их пока написать. Значит, если ритейл не указано, то... Indian Ocean. Если цена не указана, ритейл, то, значит, это фиксированная цена будет. Так вот, и в общем в итоге все, что я хотел сказать о том, что какой-то простой сайт из последних, которых я делал, этот вот сайт, вот, хостинг такого сайта мне обходится бесплатно. Вот, потому что он вот точно так же на GitHub, Netlify и там только домен, который как раз купил Артур. Архи, кстати, дорогой домен, что-то типа 5000 рублей для архитекторов, но архитекторы серьезные, ребята. Ладно, давайте приступать к практике, и на практике я обещал рассказать про несколько приемчиков, которые из вот этого прекрасного сайта. Скорее, эти несколько приемчиков можно назвать основой анимации, основой CSS-анимации, да, потому что в этом сайте очень много CSS, не CSS, очень много анимаций. Вот, а то, что я расскажу, это основы, да, с чего можно начинать какой-то свой путь в мир CSS-анимаций, в мир VEOP-анимаций, потому что анимации еще бывают JavaScript-анимации. Давайте начнем, и начнем с того, что я покажу, что я буду делать. Я в прошлый раз даже нарисовал, хотел в конце прошлой лети сказать, что вот, ребят, смотрите, есть интенсив, но забыл, представляете, потом я после окончания эфира я себе написал, что вот я все забыл, и не сделал, что я хотел, и не показал все, что хотел показать, поэтому я себе написал, что больше так не делать. Блин, еще хотел показать про классные журналы, но ладно, я думаю, что я уже не успею, либо только на пять минуток. В какой-то момент уходишь, конечно, в разговор, и хочется говорить и говорить бесконечно. вот, такая была штука, секретная информация, здесь про курс, кстати, доступ, доступ у вас есть, там было продава интенсива, что и как, вот, это первое, с чего я начал, второе, с чего, на чем я продолжил, я подумал, что ладно, это я сделал, информацию я донес, но я не донес, следующее, я думал, что надо все-таки сайт сделать, то чувак учит делать сайты, а сайта нету, типичная история, классика, вот, поэтому я быстро сделал такой сайтик, и сейчас мы быстро его сделаем, и это как раз тот самый пример, как можно быстро прототипировать сайты, мне он очень нравится, возможно, опытные чуваки мне скажут, что типа это не серьезно все, но, но мне все равно, окей, вот, есть такой макет фиг, наверное, наверное, я просто перенесу сюда, и здесь напишу, шестой лессон, вообще-то не лессон, никакой, это эфир, это translation, translate, нет, куда нужно замолчать, ссылка, 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 ссылка у вас есть, копировать линк, еще раз на всякий случай, в ноушене, мне еще периодически приходят письма на почту, я все время переживаю, что там скажут, вас забайнили в вашу трансляцию, потому что нет вообще никакого способа понять, что трансляция идет, кроме какого, периодически открывать это окошко, окей, есть такая штука, вот, если кто-то захочет вместе со мной делать, то пожалуйста, вот, есть такая вещь, здесь даже есть сетка, что первое, что я делаю, когда я приступаю к разработке, разработке сайта из макета, первое, что мне нужно сделать, это экспортировать все изображения, в данном случае, я вас сегодня познакомлю с векторной графикой в интернете, то, что называется svg, scalable vector graphics, поэтому первое, что я сделаю, в этом случае, у меня здесь все набрано шрифтом times, и все переведено, переведено в вектор, и просто растянуто, мне показалось, что это будет быстро и классно, такие дела, поэтому первое, что я сделаю, я экспортирую, как экспортировать в фигме, очень просто, я выбираю конкретно мне фрейм, кстати, хороший человек, веб-дизайнер, хороший, грамотный, не гораздо грамотнее и лучше меня, надеюсь, это вы, он называет свои фреймы и свои стили правильным образом, в этом случае, это лого, зачем это делать, просто теперь, если я экспортирую этот фрейм в svg, важно, то у меня он будет называться logo.svg, это очень удобно, то же самое я сделаю со всеми остальными, у меня есть дата, вот, можно выбрать png, можно jpeg, png, это растровая графика с прозрачным слоем, jpeg, это растровая графика без прозрачного слоя, svg, это векторная графика, векторная графика, она подходит для, ладно, я не буду рассказывать, в чем разница между векторной и растровой графикой, потому что я не смогу это быстро сделать, а, я, кстати, покажу на примере, там будет понятно, так, то же самое, экспортирую дату, и экспортирую вот эту штуку, хедр, только я бы назвал это не хедр, я бы это назвал какой-нибудь тайтл и экспортирую тайтл, у меня появилось три картинки, я уже это экспортировал раньше, ну, в общем, они у меня в загрузках появились, и следующее, что я делаю, я их просто перенесу в папку с картинками, да, вот, я продолжу делать то, что мы делали в прошлый раз, прямо в одном, в одном файле, чтобы сейчас не городить какие-то новые истории, в той же папке, да, мы закончили, я рассказал про программу GitHub Desktop, и удобное, что просто можно, почему удобно, это удобный менеджер для твоих проектов, для твоего кода, потому что, например, можно выбрать, вот у меня много разных проектов, можно выбрать прям конкретный, и сразу открыть его в Visual Studio Code, это очень удобно, вот, и вот, в общем, у меня здесь есть, я перенес в папку Image, вот эти три файла, Date, Header, Header я перенес, кстати, в Title, в Title SVG, вот здесь, кстати, можно видеть первое вообще отличие о том, что PNG, это, как это называется правильно, бинарный формат, в общем, да, это формат, который превращается в картинку, вот эта штука, это, это файл, который имеет структуру, очень похожую на HTML, и в этом огромное, вообще огромное, нереальное преимущество, и, ну, те, кто знаком с сектором, знают то, что это просто набор, набор точек, да, и между этими точками есть линии, у каждой линии еще есть какая-то толщина, да, таким образом получается векторная, векторная иллюстрация, вот, в принципе, это все здесь и есть, здесь есть линии, здесь есть точки, и здесь еще есть заливка, то есть, в принципе, посмотрев на этот файл, можно уже примерно разобраться, что происходит, особенно то, что эта структура, похожая на HTML-структуру, ну, в принципе, это и есть HTML-структура, в чем классная еще вещь в том, что я могу этим всем управлять с помощью CSS, то есть, если я, допустим, экспортнул какой-то логотип, то я могу просто поменять в CSS цвет заливки, и это офигенно, вот, можно еще анимацию делать, можно какие-то делать анимированные иллюстрации, и это просто суперкрутая история, так, я экспортировал вот эти три картинки, пока я быстро вернусь, посмотрю, все ли нормально, есть ли вопросы, вопросов нет, класс, или не класс, мне бы хотелось, чтобы были вопросы, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, так, это я уже что-то написал, здесь я здесь, создам новый файл, назову его course.html, и напоминаю, что удобно использовать шаблон, я ответственный знак ставлю, в начале html файла, и у меня генерируется структура html файла, напоминаю, что это html, это head, и это body, и я начинаю прям повторять свою структуру отсюда, я пока не буду эту штуку делать, но важно, кстати, тоже понимать, удобно думать о сайте, когда ты его и проектируешь, когда ты его и делаешь, о том, что это такие кирпичи, думайте о рядах, потому что веб можно работать как сеткой, я про это когда-нибудь расскажу, но в принципе там последние сколько, 20 лет, да, сайты работали как вот такие вот ряды, то есть как блины, да, вот стэками, типа друг, друг, друг на друге, поэтому думайте, думайте, старайтесь думать таким образом, наверное, сейчас непонятно, что это значит, но с практикой понимание придет, я просто буду в какие-то моменты акцентрировать внимание на том, что вот, помните, что это стопка болинов, поэтому у меня есть, я здесь сразу обычно уже себе визуально выделяю какие-то ряды, типа вот у меня есть этот верхний ряд, это хедер, это заголовок, шапка, это есть какой-то контент, в данном случае видно, что это вот и это вот эта история, title и data, потом у меня есть вот эта вот вещь, и потом есть большая кнопка, чтобы не промахнуться, поэтому я делаю, пишу сразу, начиная с класса и напоминаю то, что чтобы быстро сгенерировать div с классом, я пишу точку, начиная с точки и после точки я пишу название класса, хедер, напоминаю то, что класс это произвольное название блока, с помощью которого я могу удобно обратиться к этому блоку CSS, обратиться по названию, у меня будет хедер, в нем будет лого, в котором будет картинка, вот, svg это формат изображения, поэтому тот же самый так, у меня картинки все находятся в папке images, можно делать не в папке images, но я люблю все, как это называется, господи, не структурировать, не группировать, группировать все, вот, logo.svg, она же у меня здесь есть, есть, дальше я делаю, так, div class logo, logo, закончилось, закончилось, как-то мне что-то выровняно странно, logo, header, у меня все нормально, у меня глючит, ну вот, здесь, кстати, просто слабая эта линия, она видна, бывает, показывает, типа, где у тебя так заканчивается, это очень, я постоянно путаюсь, поэтому вот, ну, нужно удобно выравнивать какие-то разные вещи, чтобы понимать, где у тебя открывающий, так, где закрывающий, у меня еще стоит плагин, который называется притер, который выравнивает написание всего этого дела, так, div class logo, дальше у меня идет, я обычно называю какой-то вот основной, называю контент, вот, все, как я называю, это абсолютно произвольно, это я делаю так, как мне удобно, возможно, вам будет удобно по-другому, div class content, в этом классе у меня есть вот этот вот ряд, в котором находится title и data, поэтому я пока просто размещу title и точка date, даже знаете, как я сделаю, я это даже сделаю просто мякартинками, image, как сделать две картинки, просто, возможно, вам нужно сделать не две, а можно быть пять, это очень удобно сделать, я пишу название тага и пишу звездочку, то есть умножить на два и нажимаю enter, у меня генерируются сразу два тега image, я записываю в первый image title, а во второй я запишу image date, и можно сразу проверить, что получилось, открыть в браузере по умолчанию, у меня такая штука есть, напоминаю, потому что я поставил себе плагин, который позволяет это делать, open in, бэм, получилась такая штука, уже в принципе похожа, вот, к тому, что это, как бы, считается плохо, но просто потому, что у меня здесь, как бы, я, по сути, из текста сделал иллюстрации, то это окей, вот, но, как бы, это просто быстро, это супер быстро, что, типа, я текст экспортнул в SVG иллюстрации, потому что теперь, как бы, это не текст, это картинка, но мне вообще пофигу, мне по барабану, потому что я хочу это быстро сделать, у меня осталось 15 минут трансляции, хочу за 15 минут сделать сайт, мне вообще не важно, что там кто скажет, дальше у меня идет текст, дальше у меня идет текст и текст, да, текст я просто скопирую, текст я просто скопирую, и я пока его поставлю не в контент, объясню, почему, попозже, для текста я обычно использую параграф P, это такой тег стандартный, который используют обычно для текста, P параграф, легко запомнить, и первое, что я замечу, пусть только я вставил текст, что у меня все стало в одну строчку, это вообще не то, что я хотел, так вот, напоминаю, то, что HTML вообще все равно на все эти ваши пробелы, знаки табуляции, знаки обрыва строк, то есть, энтеры, вообще по барабану, все это игнорируется, и все превращается в отдельную строку, для того, чтобы это сделать, я использую тег тег BR, BR это такой тег, который переводится как break line, то есть, обрыв строки, это такой специальный тег, который можно использовать, чтобы сделать обрыв строки внутри какого-нибудь текста, так что, у меня там было понедельник, среда, 20 часов, здесь BR, и здесь BR, и здесь BR, и здесь BR, все, я расставил BR, и получилась такая история, еще одна штука, это очень, кстати, частый вопрос, это про обрыв строки, в чем отличие макета от сайта, макет статичный, а мой сайт, он динамичный, сейчас он у меня открыт вот так вот, но если я открою его на телефоне, у него область экрана будет гораздо меньше, что самое крутое, изначально все сайты, они, как это называется, responsive, адаптивные, они работают, то есть, да, у меня сейчас сайт будет работать, ну, надо будет его доработать, но он будет открываться и будет классно работать на телефоне, это тоже одно из преимуществ, по которому я люблю эту, как я называю, брутальную методологию создания сайтов. Да, здесь можно увидеть, то что, как раз, если картинка не влезает, она переносится в низ. И здесь я хочу показать сейчас быстро на примере, что мне нужно сделать? Мне нужно подключить еще файл стилей, я сделаю новый файл стилей, назову его course, по названию страницы просто сейчас назову его course.css, соответственно, я сделаю новый файл, здесь уже у меня тоже много CSS файлов, и по-хорошему мне нужно CSS файлы тоже перенести в отдельную папку, обычно папка называется styles, и в нее обычно пихают CSS файлы. Я начну писать в стиле. У меня есть фон. Сейчас надо как-то удобно сделать. Да, я вот так сделаю. Да, так будет удобно. У меня есть фон. Фон у меня вот такой. Body – это основной контейнер нашего, видимый, видимый контейнер нашего сайта. Мне осталось 15 минут, нужно успеть. Так, body background, фон times, по умолчанию times, что очень удобно. А, еще кнопка осталась. Надо еще добавить кнопку, и что еще осталось сделать? Да, начнем с сверха. У меня есть вот эта вот вещь, и мне нужно перебить ее к правому краю. Как это сделать? На самом деле способов в чем я люблю программирование и веб-дизайн, способов огромное количество. Например, один из них, если я сейчас попробую, я обычно пробую прямо здесь, text line, write, класс, очень удобно. А, важно, я добавлю отступы. У меня есть сетка, я себе сделал сетку, и отступы у меня, по-моему, по 40 сбоку, да, 40 сбоку, и там сверху типа 12, но это какая-то ошибка. Я поставлю, помните, я говорил про кратное 8, я поставлю 40, и не знаю, давайте 24. То есть, для body у меня будет отступы. Я использую сейчас сокращенный формат записи. это 40 пикселей сверху-снизу, а 24 пробел 40. Вот такой формат записи, он встречается в CSS очень часто, и он обозначает, что первое число это отступ. Кстати, вот, я себе включил, кстати, подсказку. Здесь текстом, текстом неинтересно, я думал, там картинку покажут. Первое число это отступ снизу-сверху, а второе число это отступ слева-справа. Вот, это сокращенная запись, если бы я написал margin top, margin left, margin и так далее. Кстати, можно, по-моему, так писать. Да, можно писать сокращенное mt, что там, mb. Вот, это то же самое, если бы на числа 4 свойства написал. Сокращенная запись, я люблю сокращать, это экономит время. И дальше у меня блога есть, у лога есть выравнивание текста line write. Такая штука, не суперочевидная. Я, да, не супер, вот, у меня появилось какое-то, какие-то отступы появились, супер. Неочевидная вещь с выравниванием, какого черта это текст, спросите вы, а выравнивается картинка и будете абсолютно правы. Но, здесь важно понимать, то, что в web есть два типа элементов, есть линейный элемент, а есть блочный элемент. И в чем их разница? Линейный элемент, это элемент, у которых контент равен их ширине, типа текст, например, да, вот, в данном случае, вот, у меня 4-часовых занятий, да, это вот текстовый элемент. И картинка это тоже текстовый элемент, считается в web, ну, вот, она просто наследует те же самые свойства, что и берет для себя текст. Поэтому для картинок работает текст, лайн, такая, такая неочевидная история. Ну, да, облочные элементы это те элементы, которые занимают всю ширину, всю ширину, чего? Всю ширину, всю ширину элементов, в котором они находятся. И для наглядности открываете себе вот эту штуку, инструмент разработчика, лучший друг разработчика, не его собака, инструмент разработчика. Здесь все это дело наглядное, видно. Вот. И у меня отступ был снизу. Я это помню, потому что я сам делал этот дизайн, margin-bottom, MB, 40 пикселей. Это очень удобно, потому что я себе придумал. Я говорю, что я буду делать все кратно 8, и вертикальный отступ у меня будет 24, а горизонтальный будет 40. И это быстро позволяет мне прототипировать какие-то штуки. Дальше у меня есть две картинки. Давайте посмотрим с этими двумя картинками. Вот, кстати, когда этот экран накрыт, можно такие штуки делать. что здесь можно сделать? Здесь можно сделать следующее. У меня есть контент. И я... Давайте сейчас я сделаю. Я хочу, чтобы они были не прибиты. Я хочу, чтобы их просто раскидать. Раскидать по сторонам. У меня контент. Display Flex. Display Flex. У меня он еще и по центру унился. Вот. Это такая штука Flex. Расшифровывается как... Ну, что такое Flex? Flex это что-то... Как это? Блин, я забыл, как переводится. Ну, вообще что-то резиновое. Да? И когда мы говорим элементу Display Flex, все, что находится внутри него, оно становится вот таким резиновым адаптивным и пытается влезть туда. Плюс мы получаем новые какие-то свойства. Свойства следующие. Например, выравнивание по горизонтали. Это очень очевидное название Justify Content. И вот здесь есть, например, Space Around, например, Space Between. В этом случае у меня будет все разбито по... по краям. Поэтому я здесь так и напишу Justify Content Space Between. По каждой этой штуке есть что-то непонятное, как или что-то свойство работает, оно для вас новое, то вспоминайте главный совет. Это MDN пробел Flex в Google запрос. И первая ссылка будет на Mozilla Developer Network. Там будет хорошее описание того, как это работает. Текс. Что у нас дальше? Дальше у нас отступ снизу тоже 24 пикселя. И я напишу, что для картинок, которые находятся внутри контейнера с классом Content, я хочу, чтобы у них был отступ снизу 24 пикселя. Б. Они теперь повернулись. И еще, почему я люблю Flex? Потому что у него есть потрясающее свойство, которое называется Flex Wrap. И оно говорит, что если у меня контент не влезает, то он переносится на следующую строку. И таким образом я могу уже сделать какой-то контент, который будет классно работать на мобильном устройстве. Вот. А потом можно немного поднастроить, чтобы, да, это все плавно переходило, но про это я уже расскажу потом. И дальше у меня остался стиль для этого текста и кнопка. Стили для текста я смотрю прям в Figma. Я выбираю этот текст. Здесь вкладка есть код. Очень удобно. Можно посмотреть все стили. я беру стили, которые находятся здесь. Мне нужен font size, мне нужен line height, мне нужен letter spacing, мне нужен text transform. И у меня этот тег назывался P. Удалю все ненужное. Так, course HTML. Вот. Это, кстати, та из причин. Помните, я сказал про блины, про вот эти их называют стэками еще. Потому что, если бы я сюда написал конфлекс, и вот Justify контент у меня было уже не два элемента, а три элемента. И у меня бы еще эта штука тоже попала. Я показываю пальцем, но непонятно, кто показываю. Текстовый блок тоже бы попал. Так, я увеличил текст, и осталось сделать только кнопку. У меня кнопка это ссылка, которая будет написана записаться, у которой пока будет никуда не будет везти. Если кто-то заходит записаться, то вы можете написать мне в Telegram. Кстати, надо будет сделать ссылку на Telegram. Так, а Telegram доступен, сейчас покажу, как это доступен, доступен, комментарий. Вот такой у меня никнейм неочевидный в Telegram. Неочевидный это сарказм. Так, кнопка. В этом случае у меня ссылка, я добавлю класс, потому что у меня, допустим, будут еще ссылки. Я не хочу, чтобы у меня все ссылки получали. Такой стиль. Здесь тоже нужно было класс добавить, но я спешу и тороплюсь, поэтому я не стал этого делать. 5 минут осталось. Господи, только бы успеть. Button. Во-первых, все ссылки, они по умолчанию линейный элемент. Да, напоминаю, что линейный элемент, да, мне это не подходит. У меня вот он занимает всего лишь короче мало. Мне нужно занимать всю ширину, поэтому я переведу его в Display Block Свойства. Display позволяет мне изменить любой элемент, превратить его либо в линейный, либо в блочный. Сейчас у меня стал 100% ширины, font size давайте, допустим, будет 40 пикселей, text transform, там заголовком все набрано, uppercase, что еще было, text align, центр, по центру выравнивания, там был фон, background какой-нибудь, сейчас не помню, давайте orange red, и что, а, еще граница была, и еще был border, 1 пиксель, solid black, это стиль для того, чтобы добавить границу, бум, ага, остался еще, остался еще текст, color black, это я делаю для того, чтобы убрать стиль по умолчанию для ссылок, обычно они синего цвета и с подчеркиванием, подчеркивание убирается, текст decoration, none, супер, и вот, в принципе, в принципе, в принципе, готово, для тех, кто захочет, тут вся информация написана, не написана только цена, потому что пока это еще не готово, в следующий раз я дополню описание, что будет на этом интенсиве, но пока для тех, вот цена будет вот такая вот, те, кто захочет, пишите, в следующий раз она будет дороже, так, да, на 1000 рублей я придумал, что я буду повышать, каждую неделю добавлять информацию и повышать больше, так вот, возвращаясь, помните, к тому классному сайту на Ради Маги с анимацией, ребята, понимая, что текста очень много, информации много, да, вот, сейчас про анимацию покажу, SVG, да, поскольку SVG это вектор, то его можно экспортировать 1x, отличие вектора от растра, то, что вектор при увеличении, при масштабировании он не теряет, не теряет в качестве, поскольку это вектор, а растер теряет, поэтому, поэтому не надо, так, анимация, самое главное, что это такое, что это за двоеточие, спросите вы, двоеточие, это способ добавить новый стиль при наведении мышкой, допустим, я хочу, сейчас напишу новый непонятный код, но вы не пугаетесь, просто попробуйте повторить, это как-нибудь на досуге, transform scale, 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 scale x, scale по оси x, давайте попробуем 2,5, давайте посмотрим, что получится, такая получилась штука, такая получилась штука, то есть я сейчас сделал такой стиль, который при наведении он меняет, меняет свойства, вот transform это такое, типа классное, классное свойство CSS, с помощью которого можно делать, использовать разные CSS функции, которые как-то меняют, как-то меняют, меняют элемент, это пока достаточно, их много, вы можете погуглить, кстати, блин, супер крутой лайфхак, не нужно ничего гуглить, ребята, я вспомнил, вы выделяете свойства, наводите, и здесь прям ссылка на MDN, это просто вообще шик, я обожаю VS Code именно за это, это просто, это просто что-то невероятное, в общем, там можно посмотреть разные примеры MDN, дальше, чтобы это анимировать, мне нужно добавить новые свойства, я хочу все изменения, transition, все переходы, сделать, допустим, допустим, давайте все, я хочу все переходы, переходы, все, делать в течение одной секунды, бум, вау, вау, красота, единственное, что здесь стоит еще сделать, что видно, что при увеличении у меня он реально увеличивает, и просто вообще рушит всю мою верстку, я почти успел, осталось только баг добавить, и будет 29, и я укладываюсь в таймлайн, так, баг пришел, баг пришел, говорят, слушай, чувак, супер классно, мы быстро сделали сайт, офигенно, но на супер баг, когда я навожу, теперь все увеличивается, нужно срочно пофиксить, я говорю, окей, сейчас починим, для того, чтобы починить, мне нужно, да, такая штука пройдет с опытом, мне нужно перевести в контейнер, хорошая вообще штука, все, что вы делаете, все засовывать в контейнеры, так, 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 и я эту штуку назову, button, контейнер, даже не контейнер, а в раппер, тоже такая очень частая штука, очень частые названия, сейчас я объясню, для чего я это делаю, button в раппер, и на самом деле, получается так, что у меня кнопка, кнопка, это только записаться, кнопка только записаться, а все остальное, это, то есть, background, border, они будут находиться здесь, супер, уже получше, то есть, что я сделал, можно я всегда, если что-то непонятно, открывать инспектор, смотрите, что происходит, то есть, видно, что у меня, моя ссылка, она внутри, она увеличивается, да, она находится внутри, вот она, она увеличивается, уменьшается, кстати, это можно здесь посмотреть, вот если я буду здесь, скопирую эту штуку, вот она, она увеличилась, потом, следующее, что мне стоит сделать, одно из любимых свойств, я покажу на следующем эфире, про то, как с помощью этого свойства, можно делать такие двойные шаблоны, когда у тебя в отдельном окошке, можно скроллить, это overflow, overflow hidden, да, и я, это свойство говорит, все то, что вылазит за границы, его спрятать, можно сделать, например, скроллы, можно скроллить внутри, и вот, когда с помощью этих свойств, можно делать прикольные штуки, типа там, представьте, что у вас какой-то элемент, и внутри него можно какую-то, какие-то секретики спрятать, так, hidden, после того, как я это делаю, сейчас это запишу, здесь, overflow hidden, и давайте проверим, что получилось, так, работает, ой-ой-ой, что же я натворил, сломал трансляцию, записаться, проверяю на телефоне, тоже работает, и ничего не ломает, фух, я успел, класс, если есть какие-то вопросы, сейчас сможете их задать, это почти конец, я еще покажу одну прикольную штуку, пока пишите какие-то вопросы, если вы остались, на сегодня это почти все, расскажу про одну крутую штуку, про, как это называется, inspiration, как это, вдохновение, вдохновение, есть обалденный сайт, мой любимый, сайт просто обалденный, закачаешься, короче, сайт archive work, тут что только можно не делать, но хотел вам показать, очень крутой сайт, байт магазин, короче, это библиотека интернета, здесь чего только нету, конкретно я вам хотел показать журнал, журнал байт магазин, это журнал, который выходил в 80-х годах, сейчас дам на него ссылку, в Notion, create bookmark, вот это вообще сайт, интернет archive, здесь находятся старые книжки, всякие разные музейные институции, выкладывают сюда все, что у них есть, здесь есть и старые сайты, и книжки, и видео, аудио, даже, в общем, картинки, в общем, мне интересуют книжки, вот, и конкретно эта штука, она вот находится в части коллекции, магазинная стойка, в магазинной стойке, там даже есть советский журнал, очень, кстати, крутой, это советское фото, где-то здесь, вот он, советское фото, офигенный журнал, рекомендую, прям полный улет, шикозный, еще за рулем есть, в общем, тут есть разные, японский, и, в общем, очень много всего, байт-магазин, офигенный сайт, во-первых, иллюстрации, здесь какие-то чумовые иллюстрации, любой номер можно открыть, посмотреть, здесь, супер верстка, супер иллюстрации, очень много старой рекламы, просто закачаешься, то есть возможности, господи, возможности, как-то области для вдохновения, огромное количество, вот, все вот эти старые компьютеры, и вот этот вот, как-то старая, старая романтика, фантастики, то, как, типа, будет потом, в будущем, очень много всего, здесь конкретно, каждый журнал, байт-магазин, посвящен какой-то отдельной, отдельному, отдельной, отдельной теме, например, есть про 3D, про алгоритмы для визуализации данных, которые, в принципе, некоторые из них актуальны, еще про какие-то старые игры, в общем, потрясаю журналы, рекомендую, вот, мне кажется, это, по-моему, на сегодня точно, точно все, а, еще, да, еще такая же есть штука, знаете, с чем, такая же есть штука, вот, с интенсивом, такая же, да, такая же и будет штука, и по, и по HTML CSS, только это будет 3 раза в неделю, и это будет не 4, а сколько я говорил, это будет, по-моему, 9, да, это 9 занятий, то есть, это 3 недели, стоить это будет, да, в эту неделю, это 5, пока то же самое, вот, просто мне писали ребята то, что мы хотим более интенсивно, поэтому, кто хотел, пожалуйста, вот, и на сегодня это все, всем спасибо за внимание, всем хороших выходных, я сейчас посмотрю еще вопросы, да, всего хорошего, а чем интенсив по фигме будет отличаться от нашего курса, смотри, ну вот конкретно этот курс, это такие лайвы, которые проходят раз в неделю, и информация, она как бы, она разная, и вот, как бы в интенсиве, там конкретно, по конкретным темам, типа, вот только фигма, мы делаем только фигмы, я показываю про, рассказываю про интерфейсы, и рассказываю про какие-то свои приемчики, вот, конкретно в 4 часа, там домашка, а, да, важная штука, забыла, вот, гениальность, я придумал гениальную вещь, но придумал не я, я подумал, что это классно, мне сказали, что это придумал не я, ну ладно, о том, что, как бы, вот, кто делает домашку, он получает скидку на следующую историю, и вот, если ты, типа, ты делаешь домашку, всю ее сделал, ты получил 50% скидку на следующий курс, так в ушке, кстати, сделано, это классная штука, она, как-то, пушит тебя делать домашки, вот, я хочу, чтобы все делали домашки, вот, поэтому, все, всем спасибо, я закончил вещать на сегодня, мне все понравилось, надеюсь, вам тоже, хороших выходных, всем, всем пока, спортсмен к完全 conquist neighbours, отсюда 흰, если вам понравилось, сюда,